Здравствуйте. Здоровенько, откуда? Я приехал этапом. Откуда вам? Дурдомом. Как звать тебя? У меня дразнит МОПС. Можно присесть? Скоро все нормально? Да. Ну смотри, была такая ситуация. Я был на дурдоме, спал. Тут раз и дурак встал, а в хате тазик с мочой. Там все ссут, понял? Чтобы не выходить ночью. И один дурдомец встал, вылил этот тазик и брызги на меня попали. Как нахуй ты на стул сел? Вставай. Чего? Подожди. А блива тебя мочит? Ну попало по рукам. На заболку? Так какая разница? Смотри, теперь какая у нас ситуация? Ну ты как считаешь? Ну это дурдом, блин. Ну это может попасть... А если там говно, они все будут жрать? Нет, так это ж хавают говно. Это сознательно идут и хавают. Ну это стыд, человек. Секундочку, может тебя кто-то там заказал? А, ты спал у тебя, блин, мочой? Ну да. Спали, все спали. Все, кто попал под эти брызги, все спали. Ты на четыре едешь? Нет, какая петушат? Ну давай, значит, пока мы здесь будем под вопросом. Давай на старших вынесем? Ну это, блядь, беспредел. Чего беспредел? А что, ехать петушат? Ну побудь там пока. Да нет, там я пока не побуду. Давай, может, где-то побуду. Там тоже люди, там тоже люди есть, побудь. Побудь там, побудь посмотреть, они понравятся. Посмотрели, если что, как там живут и все, и приедешь. Не, не надо. Не понравится? Там не нравится? Не, не надо, я там был. Я не был там. Слушай, откуда ты знаешь, что это не нравится? Ну ты уже облитый. Знаешь, тебя будет погоняло тогда. Вот мопса облитый. И что у меня будет? Хорошо, что делается? Мопса облитый это сильно. Давай на старшицу это вынесем. Ну хорошо, вынесем. Давай на младшую. Подожди, ну хорошо. Ну вынесешь ты еще. На старших понятно, но пока будешь мопса облитый погонять. А облитый тебе будет. Ну все, блядь, это же недолго. На стула садиться не надо, ты перед тем, когда ты... Я спросил, нормально сейчас спрошу, ты говоришь да. Нормально у меня спрошу. Так а теперь вот найду. Не, хай садится на стула, оно же селит полотенце. Живим по дверью. Не, полотенце хай селит и садится. Да, пожалуйста. Пока вынесем на старших, я буду мопса облитый. Все, спасибо. Называйте его мопса облитый. Да. Поперегайся мне. Мопса облитый это сильно, блядь. Не, а вот так по натуре. Так а что это не контакт, да говоришь мопса? Блядь, ну это не гараж. Ну как гараж? Ну хорошо, давай еще пару раз баночки польем. Ну, это уже больше. Каждый день. А что контакт? Каждый день тебя будет поливать, это уже не контакт. О, смотришь. Это. А на белой? Так что вот объясни, блядь. Да нет. Вот смотри, вот такая ситуация. Ну какая-то дура встала себя обливать и эти брызги облили кучу народа. Да это хуй... Отжарись. На хуй ты там сидел так ходить? Да это поднадзорцы. Туда все их ложат. На белой был прикол. Те, кто приезжают. Короче, ну петух вот вспылил, что это, что он, ну козел этого, свинарника. Кого облил? Козла? Этого козла облил. Петуха, блядь? Нахуя? Ну типа, ну он ебал вот типа, ну короче, и Зофию. А где он взял мочу свинячую секунду? Ну там же на свинарника, друг. Ты что, забирал ее или что? Нет, там же идет стеки, короче. Ты что, он ждал пока свиня высадится и бабочку поставил? Я не знаю, как там, короче. И тут прикол. Как не знаешь, ты такие подробности отручил, ты должен знать. Но сам прикол, ну когда вот, ну козел вот побежал к пьеху. Или ты свинье палил на шляпу? Слушай. Горячей водой, чтобы она поставила. Пьеху вызвал, короче, этого. Подожди, я не понял, кто побежал? Еще раз. Ну, вот этот козел. Подожди, он увидел. Ломанулся на штаб. Заткнись, блядь. Козел, ну ебал свинью. Петух увидел и сзади подошел в этот момент и облил. Да, мочой он свинячий, да. В момент, когда ебал? Ну да. Ну и что, в морду вылил или куда? Ну там, я не знаю, как там, ну короче, облил его там или на голову. Этот козел, короче, отломится вот на штаб. А что ломится? Ну, блядь. Сильно обидел его свинячий? Не, этот же ж одно петух, но побежал, рассказал пету, грому. И тоже ждут они его, короче, этого, ну козла, чтобы ему качать. Что, что он свинью ебал? Ну да, что типа он, короче, не, ну что и ебал свинью, и облитый мочой. Свинячий, мочой? Да, и тут прикол, короче. Их пьех, ну дергает. Ну, это кого? Громан, пета. Они еще не дошли, да? Нет, он их пару портов вызвал. Подожди, они не дошли к козлу еще? Нет. Ты так объясняешь, мне даже не понятно. Короче, этот, когда ебал, этот обливает мочой. Ну. Эта, ну дура, короче, от того, что понимает, что спалилось все, она ломится. Этот, ну бежит, короче, на четвертую локалку. Этот, ну бежит. Петух, петух. Бежит на четвертую локалку и рассказывает. И петух, ну бежит, да. Ты его человеческий можешь рассказывать? И петух. Ну как дебил. Ну. Могу. И этот, короче, козел, забыл. И вот козел бежит на штаб. Ну. К своему папин пьеху. А петух, короче, он бежит на четвертую локалку, короче, рассказать. И тут, ну ситуация, короче, их вызывают, ну по рупорту. Ну понятно. Вот пьех на сходнях. Первый зам. Да. И он, короче, короче, идет там вал. Ну эти ж, блядь, ну он же ж его облили. Где вал идет? В штабе. У пьеха в кабинете. Так объясни нам. Все, понял. И тут вызывает и идет вал. Как он идет? Как они дошли там? Где это происходило? Кто там присутствовал, блядь? Какой ты идиот? И тут, получается, одна ситуация, что этот, ну козел, короче, видно приколол. Ну или увидел, что петух, ну побежал на четвертую локалку. И тут пьех, короче, вызывает грома, короче, пита. И еще. В кабинете начинают. И пьех в кабинете. И козел присутствует. И козел, петух, короче, гром, короче, пит. Ну и стоят на базаре. Ну и тот говорит, ну и пит говорит, да и вон в гарем. А пьех говорит, секундочку. А че в гарем? Его ж, говорит, он облил. И какой мочой его облил этому петуху? Ну, свинячий. Так а в чем он контакт? Так, я предлагаю его поставить под вопрос. Ну да, Петр Адамич, наверное, он будет под вопросом. И тут я приезжаю и мне приказывают, а он вот такого роста, такой жирный. И я его ну засракал. Засракал? Да, ну засракал. Говорит, ты свиноек ебаный. Короче, и тут же все, под вопросом, ходила дура, не ходила. Но сама ситуация, когда пьех, он так вывалился нормально. Говорит, я не могу понять. А вы же, говорит, вот картошку не кушаете? Ну да, кушаем. Петр Адамович. Так, а там же ж не какашки, свинячие. Это ж не контакт. Короче, и все. А там на Белоцеркви на то время пьех нормально выдавал. Да. Он подходит к свинарнику и такой. Завка, иди сюда. Чего гуси, сука, грязные куры? Петр Адамович, так дождь был. На баню. И этот козел гонит на баню. Прикинь. На гусей? Гусей он погнал. Бля, он вот выебашил. А там, короче, одно жежек было. Ну, он там погонял у него. Прошу извинения. Короче, легавые хотели у него забрать телефон. Прошу извинения, погонял? Да, я тебе объясню сейчас за то чего. Ну это козел или кто? Не, он бывший шпанюк. Я сейчас себе, ну, вообще был шпанюком. И тут, ну, ситуация. У него хотят женщину забрать. Он за бараком смотрит телефон. Мужики за него. Что он хочет забрать? Ну, Брюжутенко. Ну, мусора, блядь. Нахуй ты. Брюжутенко. Ты там расскажешь. Что ты такой дебил, блядь. Ну, торможу чуть-чуть. И смотри. И мужики тянут за него мазу. Тут их закрывать всех в яму. А Нжевжика... Кого закрывают всех? Короче, мужиков и Нжевжика. Их закрыли в изолятор. А Нжевжика на общее основание. И тут вечерняя проверка. Ну, спустя пару дней. И заходит, короче, первый зам. ДПНК. Ну, это вот, ну, смена. Куда заходят? В локалку. Проверка вечерняя. И они вот, ну, заходят. И Пьех такой головой трусит. Говорит. Ко они заходят? Говорю, смена. Это ж, ну, вот, ну, чтобы потасовка была. Ну, когда они хотели забрать телефон, это смена. Короче, заступила. И они вот, ну, заходят на вечернюю проверку, на четвертую локалку. И Пьех головой трусит. Говорит. Так. Секундочку. Внимание. Тут вам что-то он хочет сказать. Кто он? И выходит Нжевжик. Выходит Нжевжик. Говорит. Блядь. Мужики. Мы прогнали беса. Я понимаю. Мужики. Это кому он говорит? Мусора? Обращайся к локалке. Ты же говоришь, мусора заходят. Не. Его привели на мусора. Ему поставили условия. Блядь. Ему поставили условия. Короче. Проси. Блядь. Я не понимаю. Сука. Чтобы люди могут. Ну, попросить извинения. Вот, ну, при всей одной локалке. Все понятно. Может даже не заканчивать. Ясно. Муса. Поздравь фильтра из Солигорска с днем рождения. Поздравь от себя и скажи, чтобы не гатился по тузику. Поздравляю фильтра из Солигорска с днем рождения. Желаю ему фарту масти удачи. Много денег, здоровья и пусть не гатится по тузику. Фарту масти, ауи. Мапсяра, чё ты завис? Нам стрелять ехать надо. Чё ты тут сел? Блядь, да пойди. Нормальное казино. Ты чё, ёбнулся? Чё за казино не понял? Я в зоне смотрел, блядь, пацаны по телевизору. Вот, посмотри, что за казино. Я в зоне, зоне, пацаны на телефонах играли и реальные бабки у вас поднимали. Да ладно, нахуй, блядь. Ну, я тебе вру, можем даже ссылку в описании оставить, я тебе отвечаю. Слушай, бабки у плоти тогда будем оставлять, а так не хуй, блядь. И чё?